В Тверской области сельхозпредприятиям возместят затраты на оплату труда студентов-практикантов. Соответствующее решение было принято на очередном заседании регионального правительства. Ожидается, что размер компенсации может достигать 90% фактических затрат, связанных с заработной платой и проживанием студентов сельскохозяйственного профиля. Все подробности далее. Из девяти вопросов повестки дня очередного заседания правительства Тверской области два касались поддержки сельскохозяйственных производителей. Так, по инициативе регионального Кабмина предлагается ввести новый вид субсидий предприятиям агропромышленного комплекса. Причем сразу по нескольким направлениям. Первое из них – возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителем, связанных с привлечением студентов для прохождения производственной практики. Мы считаем, что это будет востребованная мера, тоже определенная новелла. Поэтому с каждым годом будем стараться наращивать свое участие в этом проекте. Это федеральный проект. И нам очень тоже, наверное, важно, чтобы федеральный центр видел в Тверской области хорошую перспективу и достойный регион, который занимается развитием сельского хозяйства. Ожидается, что размер компенсации может достигать 90% фактических затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов сельскохозяйственного профиля. С 2020 по 2022 годы сельхозтоваропроизводителям региона возместят затраты, связанные с практикой 130 студентов. Общий объем финансирования составляет свыше 2,3 миллиона рублей. 84% средств федерального бюджета, 16% областного. Кроме того, предприятием АПК Верхней Волжье возмещается до 90% затрат по договорам о целевом обучении. За три года квалификацию пройдут 16 работников сельхозпредприятий. Еще одной темой отчетного заседания областного правительства стали работы по реконструкции значимых объектов водоснабжения. Речь идет о двух водозаборах в Ржеве, очистных сооружениях в селе Городня Конаковского района и Торжке. Мы очень внимательно к этому вопросу подошли, посмотрели и графики, и механизмы реализации. Поэтому было принято сразу несколько решений. Первое – это начало работах, и второе – о совмещении процессов, чтобы сократить сроки реализации. Это проектирование, которое будет идти в одном контракте, в большом контракте вместе с строительно-монтажными работами. В планах областного руководства в 2020 году закончить проект реконструкции водозабора Ржев-1 и Ржев-2, включая систему водоподготовки. В 2021-2022 годах запланированы строительно-монтажные работы. На эти цели выделяется более 1 миллиарда рублей областных и федеральных средств. При поддержке Москвы в этом и следующих годах будет вестись реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района. Также в ближайшие полтора года планируется реализовать проект реконструкции очистных сооружений в Торжке. Продолжение следует...